Зарегистрировано было 233 кандидата, из них 171 являются представителями 9 партий, включая 3 парламентских. И среди нет ни одного представителя партии «Единая Россия». То есть 171 кандидат, который вообще не имеет никакого отношения к провластной партии. То есть это 73% зарегистрированных кандидатов. У нас не было никаких оснований, поскольку, вы знаете, за последние годы в Москве сложились и претензий особых к выборам не было. И вот на первом этапе тоже никаких претензий не было. Еще раз говорю, ни одной жалобы не было. Поэтому, когда говорят, почему ЦИК такой был инертный, мы не инертны. Просто мы действуем строго с законом. У нас вообще-то федеративное государство. Выясняется, случаи есть такие. Мы сейчас рассматриваем, что выводы нежестающих комиссий не подтверждаются. Мы возвращаем такие подписи к кандидату. То есть все неясности, все случаи, которые, любые сомнения у нас трактуются в пользу кандидатов. Мы просто собирали подписи и сдавали. Ведь у нас нет под рукой никаких механизмов, которые могли бы оперативно проверять эти подписи. Мы потом их приносим и сталкиваемся практически с гигантской машиной контролирующей. Я не вижу, как с этой машиной справляться. Может быть, у меня единственное предложение, может быть, внести какие-то инициативы, изменения, что, допустим, собрал кандидат подписи, принес в окружную комиссию. Там их проверили, сразу сказали, так, вот эти 200, 300, 500 у вас не годятся, идите дальше собирайте. А тут, получается, перевернутая ситуация, которую я не вижу, как ее преодолевать. Я вам больше скажу, у меня фамилия, вот сейчас написано Ве-не-диктов, вот здесь, хотя моя настоящая фамилия Ве-ни-диктов, это тоже из-за ошибки в базе МВД, еще сделанной в Советском Союзе. Но это ладно, если здесь сейчас эксперты ЦИКа неправильно вводят мою фамилию, то о чем мы можем говорить на уровне МГИКа и окружных избирательных комиссий? Какая чепуха творится в базах МВД? Продолжение следует...